Мы проехали по дамбе, сбили птицу, встретили корову, когда он разбился, дерево перестало расти. Стой чувак! А вот и он. Майку снимаешь? Без смазки. Ну дерево я еще не ел. Что с волосами? Пить алкоголь это плохо, вы знаете. Что привез бутылку водки? Всем привет, друзья туристы. Прежде чем начать это видео, хочу коротко рассказать о чем оно. Дело в том, что я турагент и по своей профессии мне часто приходится летать в рекламные туры. В этот раз мне повезло оказаться на острове Шри-Ланка или как его еще называют Сейлон. В рекламных турах или как мы с коллегами еще их называем рекламники, для нас проводят инспекции отелей. По 10-12 отелей в день и по 40-50 отелей за неделю или 10 дней. Но кроме этого нас знакомят со страной. Мы катаемся по экскурсиям, нам рассказывают про нравы, про людей, про их особенности. Мы пробуем местную еду, общаемся с местными людьми. И все для того, чтобы у нас сложилось правильное впечатление о стране, для того, чтобы мы этими знаниями могли телиться с вами, дорогие туристы. На моем канале есть много видео про разные отели в разных странах. Но я ни разу не снимал видео про то, как нас знакомят со страной. Итак, в этой серии видео про отели Цейлона, а я думаю, что будет их несколько, я для начала хочу показать вам, как нас знакомили с этой чудесной страной. Я старался снять все в подробностях, для того, чтобы у вас, как и у меня, сложилось прекрасное и приятное впечатление о Шри-Ланке. Я желаю вам приятного просмотра и надеюсь на вашу поддержку, друзья. И, конечно же, для заказа тура в эту или в любую другую страну, пишите мне сразу на WhatsApp. Контакты в описании. Ну что ж. Ну что ж, ребятки, мы с вами прилетели куда? В Шри-Ланку из Санкт-Петербурга. С компанией, с какого мы прилетели? Какая компания? Азур-Эйр. Азур-Эйр. От компании Интурист мы прилетели в Шри-Ланку, ребятки. Вот он аэропорт, вот такой вот. Идем получать багаж. Посмотрим, повезет нам или нет. Визы должны были отменить 15 ноября, а сегодня 16 ноября 23 года. Поэтому продвигаемся вперед, получаем чемоданы, заполняем анкету туриста и рассказываем вам о во всех нюансах прохождения формальностей аэропорта. Ну и кто же нас встречает в аэропорту? Конечно же, Бута. Да, ну в общем-то, не обошли мы мимо туристического налога. Так, ребятки, ну а теперь немножко подробнее, да, давайте. Значит, что касается вот этих вот миграционных карт, да, здесь выдают бланки, соответственно, при выходе из самолета, буквально тут немножко пройти по Травалатру. И вот такая вот очередь образовывается, соответственно, для того, чтобы получить миграционную карту, заплатить 60 долларов за визу. И дальше уже пройти к выдаче багажа, ребят. Поэтому, к сожалению, визу не отменили, хотя обещали. В начале ноября обещали, в октябре обещали, в середине ноября обещали, но нифига не отменили. Поэтому пришлось раскошелиться и, собственно говоря, заплатить 60 долларов. Поэтому, смотрите, значит, здесь тоже есть обменники, между прочим. Вот он за моей спиной находится. Но не рекомендуют, на самом деле, менять деньги здесь в аэропорту, потому что курс не очень хороший. Говорят, что в городе, в том числе в ювелирных магазинах, курс лучше. Поэтому, ну, посмотрим, на самом деле, какой здесь, какой там. А потом расскажу, где выгоднее менять. Все, ребят, в принципе, как бы отстояли мы очередь. Вот такую длиннющую, кстати говоря, летели мы, да, еще раз повторим, на Азур-Р из Санкт-Петербурга. 8 часов 40 минут занял полет, хотя командир корабля говорил, что он займет ровно 9 часов. Ну и слава богу, как говорится, долетели хорошо, покормили один раз и два раза дали чай даже. Поэтому так, все. Аэропорт Шри-Ланки, в принципе, нас, как говорится, устраивает. Полицию снимать здесь можно или нельзя, я не знаю, но тем не менее, пока что меня камеру не отобрали. Все, хватит болтать, давайте получаем чемоданы и поехали в отель. Ну все, паспортный контроль и выходим. Какой долгий аэропорт, на самом деле. Вообще, честно говоря, очень долгий. Все со всеми этими формальностями. Но вот уже, как говорится, прошли все. И заходим потихонечку в Dootie Free. Все у нас тут в долларах, ребята, все в долларах. Так, ну что, надо, прежде всего, узнать, принимают ли карту Газпромбанка, да, UnionPay. Сейчас узнаем. Здрасте. Все не хотят здороваться с нами на английском языке. Хотя, на самом деле, здесь они очень даже хорошо разговаривают на нем. Вы же знаете, это же бывшая британская колонна. О, смотрите, какой треугольный Dior. Так, ну что, ребята, по самым основным, наверное, да, как обычно, Dior Dinos 38 долларов. Ну, дороговато, дороговато. Ну что ж, ну ладно, посмотрим. Так, ну что, короче говоря, вывод. Dootie Free дорогой. Цены либо такие же, либо дороже, чем в Москве и Петербурге. Газпромбанк, UnionPay. Карточку принимают без проблем. Вот, поэтому расплатиться можете. Ассортимент, в принципе, хороший, и алкоголя, и так далее. Ну, в принципе, если как бы не взяли с собой, то здесь-то можно отовариться алкоголем, потому что, ну, в городе, думаю, что с этим будут небольшие проблемы. Но мы их, я думаю, что решим. Вот, все. Идем дальше уже получать багаж. Прошли через весь Дутифре. И сладушки есть. И алкоголь, и все, короче, есть. Все, спускаемся вниз. Ищем свою стоечку получения багажа и выходим на улицу. Так, ребята, вот смотрите, вышли мы из аэропорта уже. И тут, на самом деле, очень много обменных пунктов. То есть, вот смотрите, мелочь, как говорится, приятно. То есть, вот там, где мы тратили деньги на визу, 60 долларов, где потратили, да, в этой зоне, там, значит, за 1 доллар давали 324.50. Здесь же уже 325.50. Я уверен, что в городе будет еще выгоднее. Поэтому, ребят, не торопитесь, на самом деле. Вот тут они зазывают. Это уже знак того, что, думаю, что это не очень хороший, скажем так, знак. Все. Вот мы вышли из аэропорта. Уже встречашки. У нас встречают. Где наша встречашка? Сейчас будем смотреть. Сейчас будем посмотреть. Итак, друзья, как вы думаете, чем мы занимаемся сразу при выходе из аэропорта? Конечно же, наслаждаемся нашей троечкой. Но, пить алкоголь, это плохо, вы знаете. Поэтому у нас просто чисто охладительный такой процесс. Вышли из аэропорта. Аэропорта. Проход у нас туда к автобусам, соответственно. Ну, а мы решили немножко охладиться. Тем более, оно у нас в багаже холодненькое. Да, друзья, едем мы в город Канди. Кэнди, ну, в принципе, как угодно можно его называть. Это город в глубине острова. Два с половиной часа от аэропорта. Там у нас будет первая гостиница, в которой мы будем жить всего лишь навсего одни сутки. Ну, вообще, в принципе, в этот рекламный тур от компании Турист. У нас такая своеобразная, на самом деле, программа будет. У нас будет порядка 40 отелей, ребят. И в каждом из них мы, конечно, жить не будем, но останавливаться будем порядка на 40-30 минут. Таков регламент по этому рекламному туру. А вообще, на самом деле, жить мы будем примерно в семи отелях, на самом деле. Практически каждый день мы будем менять локацию, переезжая из одного отеля и ночуя в другом отеле. И одновременно смотря достопримечательности этой прекрасной страны Шри-Ланка и смотря отели. Да, ребятушки, ну что ж, мы доехали, наконец-то, до нашей первой остановочки. Это у нас город Кэнди. Прямо, можно сказать, посередине острова. Это отель на горе, называется Grand Hotel Candy. Ну, как-то вот так вот он называется, так же, как и город. Особо акцентировать внимание на нем не буду, на самом деле. Мы всего-навсего одну ночь здесь прикантоваться. Почему именно здесь? Потому что отсюда близко доехать до основных достопримечательностей центральной части острова. Ну, а потом уже после трехдневного трипа по, скажем так, экскурсионным местам острова, мы уже будем продвигаться на юго-запад этого острова, к основным, скажем так, пляжам, да, Шри-Ланки, и основным отелям, которые уже будем снимать более подробно. Ну, вот так вот, ребят, жизнь турагента продолжается. Это остров Шри-Ланка. Отель Grand Hotel Candy. Давайте я кратенько покажу вам его. И уже в номера работать, спать, и завтра уже 8.30 выезжаем. Друзья, ну, прежде чем зайти в отель, я хотел вам еще одну вещь интересную рассказать про Шри-Ланку. Это то, что здесь, на самом деле, расстояние принято измерять, можно сказать, не километрами, а на самом деле временем. Почему? Потому что улочки здесь очень узкие, движение левостороннее, но это не суть, да, это от англичан осталось. Дело в том, что здесь города построены вокруг трассы, то есть слева и справа стороны трассы. То есть трассы и все городские улицы, они пронизаны сквозь города. Не так, как у нас в России, да, строили тракт, и рядом с трактом, например, с дорогой строили уже город. Здесь по-другому. Здесь сквозь города идет автомобильная дорога. Движение здесь просто сумасшедшее, на самом деле. Водители здесь хоть и уважают друг друга, но, тем не менее, создают такой хаос, на самом деле, на дорогах. Поэтому, например, если вам нужно проехать будет по Шри-Ланке 100 километров, это не значит, как у нас, что вы проедете эти 100 километров за час-полтора. Здесь мы эти 100 километров, мы 110 километров ехали 3 часа, ребята. Только из-за того, что здесь хаос и бардак на дорогах, по нашему мнению, да, то есть по моему мнению, человека, который, как говорится, был и в Европе, и в Азии, и в Средней Азии, и там, и где только я не был. Вот, то есть, ну, в Азии, на самом деле, везде так. Я сейчас говорю про Европу и про Россию в большинстве случаев. Вот, поэтому имейте в виду, на самом деле, тут, если нужно доехать куда-то вовремя, это дело проблематичное. А теперь зайдем в отель. Да, друзья, ну, вот такая вот тут ситуация с люстрой, между прочим, включают ее только тогда, когда приезжает автобус. Это я уже заметил. Но дорого-богато, на самом деле, сделано. Вот такое вот лобби здесь шикарное. Поэтому, если будете в центральной части острова, в принципе, отельчик неплохой. Сейчас, конечно, я еще номер покажу. И самое главное, это бассейн этого отеля. На самом деле, он находится на пятом этаже. Выглядит он неплохо. Ну, вот так, ребята. В принципе, очень даже очень. Ну, вот в таком мы номере, ребят, будем жить. В отеле Grand Hotel Candy. Ну, вот такой вот стиль, на самом деле. Полутайский, полудворцовый, полу какой-то, короче говоря, стиль. И окна у нас выходят на внутреннее лобби отеля. Да, необычно. Но я думаю, что это один из самых лучших, если не самый лучший отель вообще, центральной части острова. Тем более, города Кэнди. Кэнди, Кэнди. Ну, как-то так. Но запашочек здесь такой, я хочу сказать, немножко прелый. Ну, то есть, гостиница, видно, что она, естественно, не новая. И вот от этого ковра, конечно, идет запах. Ну, и бог с ним, как говорится, переночевать всего-навсего одну ночь. Ну, и, конечно же, что в первую очередь нужно сделать для турагента? Конечно же, организовать свое рабочее пространство. Хоть мы и будем жить в этом отеле всего сутки, тем не менее. Кстати, ребят, что мы с собой привезли? Ну, я вот с собой привез буханку черного хлеба. Я с собой привез и какие-то консервы, он Максим привез. И, короче говоря, чипсы и колбасу. И, короче говоря, чего у нас с собой только нет. Ну, все-таки Азия, поэтому немножко пристрахуемся. Вот так, ребятки. И сосалки, и шоколадки, и кока-колу даже с собой привезли. Хотя, я думаю, что здесь ее навалом. Но, тем не менее. Ну, кола есть? Да. Ну, в общем, короче говоря, набрали всего. Даже по одной банке Балтика-трешка. Ну, вы же это видели. Я пока работаю. Ну, вот такой вот, ребята, здесь с пятого этажа открывается. Мне кажется, очень даже прекрасный вид, можно сказать, на джунгли. Город Кадди. И, кстати говоря, Будда. Вон он сидит наверху, если вам видно. Вон он, беленький сидит. Да, природа, конечно, на Шри-Ланке очень даже многообразная. Очень буйная, на самом деле, растительность. Ну, да ладно. Значит, гранд-отель Кэнди. Наверное, еще раз повторю, один из самых фешенебельных отелей. Центральной части острова Шри-Ланки. Ну, и вот такой вот здесь, на пятом этаже, есть бассейн. Фитнес-центр, между прочим. Посидеть можно. Попить кофеечку, чаечку. Официанты тут обслуживают. Небольшой бассейн, кстати говоря, для детишек есть. Ну, и на самом деле, тут все дело, ребята, в видах, которые открываются на остров. Это центральная его часть. Еще раз повторю. Внизу такие, знаете, типа трущобы, что ли, я не знаю. Ну, на самом деле, тут и трущобы, и город тут все перемешано, все вместе. С одной стороны, вот, подойдешь, вроде как трущобы, с другой стороны, раз, вроде город. Но тут стиль такой, понимаете, тут как бы это Азия, поэтому думаю, что особо ждать нечего. Но зато виды великолепные, на самом деле. На горы открываются с пятого этажа. Ну, все, поужинать, быстро. Я сейчас только что понял, что, оказывается, такого номера, как у нас, нет больше вообще в отеле. У нас эксклюзивный, на самом деле, нам дали номер с видом на лобби и на живую музыку. Вот я себе поставил стульчик. Сейчас посижу, посмотрю, послушаю музычку. И, собственно говоря, на боковую. Нас ждет еще много свершений за этот рекламный тур. Ну что, друзья, доброго ланкийского утра. Мы позавтракали с видом на Будду и едем дальше. Нет, друзья, это не наш автобус, наш немножко выглядит по-другому. Ну что ж, еще раз всем доброго утра. Мы приехали в следующую локацию, города Кэнди. Это храм Зуба Будды. Классно, да, у детишек здесь принято, как ходить, вообще, в принципе, ходить и в школу, и по улице. Они все беленькие, все чистенькие, аккуратненькие, смотрите как, да. И неважно, что здесь не очень-то и чисто вокруг, да, и влажность большая. Они все беленькие. Вот так, ребятки. Храм находится в самом центре города Кэнди, на большой, огороженной и хорошо охраняемой территории. Это бывшая резиденция одного из царей. Когда этот царь получил Зуб Будды, он построил для него храм. До временем вокруг храма построили еще один храм. И получился как бы один храм в другом. Во внешнем храме находится несколько залов, в том числе зал со старинной статуей Будды. И Буддой, сделанного из скварца. Так почему храм называется именно так? Дело в том, что перед своей смертью Будда разрешил сохранить после себя только лишь зубы, которые после его кремации достали из костра и развезли по всему свету, примерно в 540 году до нашей эры. Зуб, который находится здесь, привезли на Цейлон в 371 году, после нескольких столетий нахождения его в Индии. Святыня была отправлена правителем Калинги, терпевшим поражение в войнах и опасавшимся за судьбу своего государства и в частности зуба. Реликвию на остров, кстати, переправила дочь правителя Индии, спрятав его в своих волосах. В храме также можно увидеть фрески, на которых иллюстрируется путь зубы Будды на Цейлон, начиная от его рождения и до момента попадания зуба на остров. Ну вот такой вот, друзья, храм Будды. Конечно же, это одна из главнейших святын буддистов. Два раза в день проходят службы, и люди приходят для того, чтобы поклониться единственному, что осталось от Будды. Все, ребят, мы едем дальше. И, кстати говоря, когда будете обувь свою обратно забирать, нужно будет оставить денежку. Это неофициально, но тем не менее. И, кстати, эти подношения можно здесь же и купить. Ну что ж, друзья, у нас фабрика камней намечается на горизонте. Пойдем посмотрим. На протяжении сотен лет Шри-Ланка была известна как Ратна Дипа, что в переводе означает «остров драгоценных камней». История добычи драгоценных камней в Шри-Ланке насчитывает не менее 3000 лет. Сапфиры, рубины, розовый кварц, гранаты и тумалины, аквамарины являются самыми известными драгоценными камнями, найденными на Шри-Ланке. Но на богатой земле этого райского острова можно найти еще как минимум 70 разновидностей драгоценных камней. А в данном месте нам показали фильм об истории добычи камней, способе их обработки и превращения каждого камня в произведение искусства. Далее, конечно же, нас ждал шикарный зал с выставочными образцами украшений, которые, конечно же, можно было и приобрести. Так, друзья, ну что, подарочки дамам куплены, Кока-Кола бесплатно получена. Едем дальше. Дальше у нас ботанический сад. Да, тут гуляешь по какому-то чудесному зачарованному лесу, ребята. Посмотрите, какие корни, посмотрите, какая тут обхватка этого дерева. Это дерево растет только в Шри-Ланке. Робуста, агатис робуста. Ну, ребят, на самом деле, когда будете гулять по этому парку, обратите внимание на таблички. Черная табличка обозначает то, что это растение растет только в Шри-Ланке. Зеленая табличка означает то, что это растение растет и в Шри-Ланке, и в других местах земного шара. И, соответственно, красная табличка обозначает то, что это растение не растет в Шри-Ланке, а растет в других местах земного шарика. друзья тут есть очень интересное место на самом деле в королевском саду ботаническом это круг памяти называется круг памяти деревьев в чем смысл в том что каждый из этих деревьев которые расположены по этому кругу посадила знаменитость в то или иное время и вот хочу показать вам дерево который посадил юрий гагарин вот такой вот деревце и по легенде гласит что когда он разбился дерево перестал расти друзья вот такой вот ботанический сад королевский ботанический сад в городе кэнди на самом деле только из-за этого сада я бы вам рекомендовал посетить этот город поэтому ребятки на вооружение лобстер растения ботанический сад королевский город кэнди шри-ланка едем дальше приехали в очередную нашу локацию это всего лишь навсего обед хотя надо посмотреть чем накормит нас шри-ланки шри-ландские друзья нас с неплохим видом мы сегодня будем обедать в местной столовой ну что максим чем сегодня кормят мне нужно накладывать курица рис и все что связано с ним нет ну друзья на самом деле если серьезно то в основном тайский хотел сказать шри-ланкийская еда это рис это карри это овощи запеченные жареные во всех видах это салатики капустные огуречные там и так далее это супчики но они острые поэтому готовьтесь к такой приправленной и острой пищи вот ну и конечно же хлеб в различных интерпретации ну что максим как обед ну для туристических групп масс массовка средненького я взял я взял так поели что-то поедет ну и все в принципе вакула нет ничего больше до сладкого здесь вообще принципе я так понимаю что проблема туда но нас завезли то в такой скажем так туристические чисто центр где можно поесть перекусить можно сказать центре острова и ехать дальше пиво в ресторанах дорогое 850 рублей но это дороже почти 3 доллара едем дальше пробираемся сквозь шри-лангские шелка и одежды для того чтобы поменять деньги ну говорят здесь вот даже так меняют но курс здесь оказался 324 мы считаем что это дешево есть и по 325 есть и даже еще дороже поэтому не будем тропить и вот пойдем по улицам города кэнди на шри-ланке для чего мы идем куда мы идем куда идем за пивом и пивом всего лишь навсего но хотим попробовать местного пивка это у нас пиво line ром если ребята будете покупать это ром к калипсо калипсо ну и конечно же кокосовая лодка тоже нужно попробовать да но движение конечно здесь чумовое ребят на самом деле будете переходить дорогу это есть такое искусство на самом деле переходят перехождение дорог поэтому вытягивайте руку и останавливайте машины вот так сейчас наверное мы это и сделаем а вот так ребят стой чувак ну что нашли мы супермаркет пойдемте посмотрим цены одним глазком да ну собственно говоря пиво line убедит вот так ребят если будете покупать его в местных магазинах ну конечно помимо пива тут много что они тоже интересного есть но я честно говоря не знаю даже как это все называется но вот баклажаны 63 за 100 грамм тут все цены ребят за 100 грамм обращайте внимание вот видите какие лимончики 90 группе за 100 грамм а это между прочим чудо написано лайм но это похож на тухлый арбуз вот манго ребят кому интересно манго 68 рубить за 100 грамм 680 соответственно за килограмм то тут есть еще и акция то есть это где-то примерно 2 доллара но можно и за доллара взять бананчики фасолька но очень короче говоря много что есть а это что авокадо что ли но что-то похожее на какие-то причудливые на самом деле здесь даже не знаю что это и что это как это называется какой-то snake горд на это как это называется физарис как-то так ты уже купил ну молодец ну все ребятки выходим из магазина папайя 16 трупе за 100 грамм бананчики маленькие по 29 по 24 разные по 69 видимо в зависимости от того насколько они спелые здесь совсем желтые здесь еще зеленоватые ну как-то так орехи специи в общем короче говоря есть все приезжайте и покупайте кстати говоря вот тоже смотрите как лежат 275 какой все-таки насыщенный локациями город candy сейчас мы приехали ребят с вами на фабрику чая но здесь чай производит тот который выращивают на рядом близлежащих плантации самый крутой чай это конечно же высокогорный но здесь его тоже можно купить как сказал нам гид ну что пойдем посмотрим ну конечно же при входе сразу же она встречает огромные чуки с чаем и такой стойкий запах черного крепкого чая ну что сейчас нам расскажут про всю технологию приготовления потом мы попьем с вами чайку ребятки раз кстати говоря вот она есть ох как здесь пахнет чаем причем здесь очень-очень жарко ребят ну и потом уже нам предложат купить тот или иной чай кстати говоря тут есть еще и хранилище уже почти готового но еще не расфасованную ветчая но здесь очень-очень жарко смотреть какой мелкий крупа крупнее разного цвета сейчас все и ручим это два вида чая есть много тяни и витамин кофе есть много кафе чай есть много тяни тяни пара если чем кафе поэтому когда папа пробовать салатой чай и белый чай это папа помогает против холестерин и собой давление почки проблема серия по у меня и готовить антиоксид это этими машинами воздух подается и он сушит да можете включить включить может надо надо после сушки вот сюда вот листочки сваливают и они уже сворачиваются и закручиваются привычный нам вид чайного листа а это друзья оказывается сушилка где под температурой 120 градусов сушит чай и уже после этого его отделяют крупные листья от мелких листьев помощью вот такой вот машины которые как магнитом на себя налепливает более крупные листья и сбрасывает более мелкие вот такой вот лоточек но на самом деле уже уже да это уже настоящий чай который мы привыкли с вами видеть в чайных пакетиках и вот он собственно говоря падает и фасуется уже как положено такие огромные мешки а сюда вылетает на самом деле вся пыль здесь идет по каналу крупный листовой здесь мелкий это уже чай низшей категории а это друзья не что иное как сушилка для чая для того чтобы сушить чай используют дерево каучук ребята не что иное как именно каучук почему его потому что во первых он дольше горит во вторых он поддерживает температуру горения более высокую ну и это экологично по закону даже шри-ланки все обязаны сушить чай именно с помощью каучуковых дров ну а температура горения каучука переносится в ту комнату где сушится чай как вы помните при температуре 120 градусов но так я так понимаю что нам осталось попробовать и купить пару пачек чая ну что друзья это комната уже можно сказать финальная в нашей экскурсии здесь происходит отбор чайных листьев и их фасовка то есть здесь все эти машины они именно сортируют чай согласно крупности листа и даже цвета листа ребят это вот новая китайская машина как нам рассказал экскурсовод который отделяет чайные листья даже по цветам но на самом деле это впечатляет чайный процесс процесс выращивания конечно может быть там тоже покажут но процесс сортировки сушки и фасовки тоже он впечатляет а запах ребят какой здесь запах это вообще просто удивительно пахнет крепким таким знаете нашим советским чаем ну что друзья мы идем пить чай то конечно не самой высшей категории нас хотят угасить но тем не менее а здесь уже после будем покупать чай магазине тут уж как говорится у кого карман какой чуть позже скажу про цены чай очень спасибо объем и это вот такой лучший объем и оранж веков и пальмовый мед при куску ну вот англичане ребят но вообще конечно вот привели шри лангстан чай продавать а чай на самом деле здесь совсем не дешевый самые самые дешевые пачка чая здесь стоит 1200 рупий ребят но 325 это один доллар стоит 1200 руби это самый-самый маленькая чашка чашка говорю с самой маленькой пачка если говорить про чай который вот золотой и серебряный там вообще набор чая стоит 40 долларов вот и вот это вот пальмовый сахар стоит 10 долларов вот есть конечно наборы там по 20 долларов по 40 долларов очень Короче говоря, разные есть наборы, но по сути я хочу сказать, что это совершенно не дешевый, это не дешевый чай, тем более вот именно здесь, в городе Кэнди, здесь нет того чая, который растет в Аскагорье, вот этот вот он привозной, то есть получается он в продаже есть, но здесь его не выращивают. Аскагорный чай здесь стоит 40 долларов за 3 пачки чая, в который включает в себя зеленый чай высшей категории, золотой чай и чай, который еще какой-то какой, золотой, серебряный и зеленый, да, вот так, золотой, серебряный и зеленый, 40 долларов, 3 пачки, ну поэтому, ребята, не дешево, ну смотрите сами. А, а вот и он, человек, проблема, Джеймс Тейлор, который привез сюда чай, да, идею выращивать здесь чай, причем сначала чай здесь выращивали зеленый. Так, друзья, ну что, покупаем кокос, сейчас мы кого-нибудь позовем, наверное, здесь, вон товарищ сейчас очистит вот такой вот кокос для питья, королевский кокос, он тут бананы растут, прям на прилавке, сейчас кого-нибудь мы позовем. Вот так, друзья, на самом деле есть более 65 способов приготовить кокос, в том числе и делали из него и крыши раньше, делали из него и масло кокосовое, до сих пор его делают, короче говоря, да, сейчас нам почистят и мы попьем. Ну, в общем-то, зашли вот такую вот лавочку, 100 рупий на самом деле стоит кокос, желтый кокос это королевский, он только для питья, а зеленый кокос, он внутри коричневый, как мы привыкли это видеть, поэтому он для еды, но если он будет молодой зеленый, кокос, то его тоже можно будет в том числе пить, так что вот так, ребят, ну сейчас попробуем. Так, ну что, друзья, пробуем, собственно говоря, кокос питьевой, ну, как вода, даже вкуса кокоса на самом деле нет, говорят, очень сильно охлаждает и вызывает насморк. Это не тот кокос, на самом деле, который мы привыкли пить в России, ну, просто, просто водяной. Да, чисто для утоления жажды в жару и лучше с утра под солнцем. Вот даже угощают, у нас манго, попробуем. Манго вкусный, но немножко кисловатый, он не очень сладкий, не очень сладкий, да. Ну, вкусный, 750 рупий, интересно, 500 рупий, это, наверное, за штуку, за штуку, да. И, кстати говоря, яблоки есть, и бананы висят. Ну, в общем, короче говоря, фруктов много, на самом деле, ребят, вот посмотрите, что творится на дорогах. Это, если будут не думать о том, что ты на Шри-Ланке, на самом деле можно подумать, что ты в Индии. И автобусы вот эти вот, типа школьных, переделанные, вот, и все остальное. О, все, гид наш зовет, поэтому, ребятки, нам пора погружаться дальше в этот хаус. Мы едем в сад Айурведы, едем уже часа полтора, наверное, с города Кенди. Город Кенди мы уже покинули пригород сейчас, пригород этого города. Ну, что, друзья, вот такие вот мы смешные под такими зонтиками. Мы приехали в сад Айурведы, да, сад специй, вот еще так называют. Сейчас посмотрим, чем нас здесь будет удивлять. Ну, я думаю, что мало, мы что здесь поймем, потому что уже темнеет. Мы почти что на экваторе, поэтому здесь 12 часов в день, 12 часов в ночь, можно сказать так. Поэтому, ну, что-то, что-то увидим, здесь много растений. Перец? Не перец. Это специй древа гвоздика. Гвоздика, да. Гвоздика, это шортикарий, это куркума. Если это берем, это шортикарий, сетарабарин, после чешеносольца готовить парчок. Это чуть-чуть мы сейчас покушаем. Нет, нет, сейчас, смотри, смотри. А. Ну, мы посмотрим, что там выпуга. Не больно, не горячее, да? Это как воск, что ли, получается? Нет, не больно. Не, не, сейчас крем? Крем, крем, крем. Сейчас волосы по душе тебе? Да. Сириланка, это перед людьми, это нет ВИЧ, нет черед, не лазер. Это сириланка люди, много-то есть волосы, это листы, кора, это натурально, это мешает, побывает. Потом волосы падают. Это не больно, не горячее. Натурально. Это будет долгое время. Знаете, это крем, потом 10 минут видели, не больно, не горячее. Сюда нет, да? Первый раз, потом 10 дней волосы растут. Один раз не хватит, два раз не хватит, растут. Надо кассирить 10 дней, пить 6 раз. Что это? Это чоколад. Шоколад? Какао. Какао, а, какао. Это маленькая трава, это растет нормальный большой, 20 метров. Один раз, это маленький какао, это цветок. После растет это фут. Два-три месяца будет большой, как вот так. Кардамон. 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 Это растет, это маленький сеток. Это вот корица, кора. А, теперь это кора. Еще маленький кора. Теперь это настоящие корицы, которые добавляют. Сушат ее, да? Сушат ее, да? Сушат. Это вкусно. Это хорошо корица. Дай. Это вкусно, сладкий. Это хорошо корица. Не вкусно, не берем, это не хорошо, да? А вкусно это как? Сладкая? А, ну сладкая, да. Ну дерево я еще не ел. Кардамон? Кардамон, гуазика, корица, имбирь. Ооо, это будет жестко. Без сахара, сладкий, корица, сладкий, ваный. Без сахара? А сладкий? Сладкий, корица. Класс, коричневый. Что с волосами? Не больно, не горячий. После волосы подъема. Ничего себе. Вот это да. Все волосы есть. После, потом видно, 5-10 минут, не будет красный, да? Нет. Офигеть. Не коша красный. Это куркума? Куркума. Вот цветок. Вочем, другой медицинский. Как у тебя без волос? Куркума. Что творится? Мягенький, гладенький, да. Как бабе. Да, да, да. А красный, смотри, красный стал. Да, сейчас красный. А, и за это да уж, что терка. Да, да, да. Офигеть ли нет. Потом видно это не так. Ну, девчонки, мне кажется. Куркума? Это много масла есть. Дай вот так. Ну да. Как массаж? Вот так. А где-то массаж? Ну, ничего так. Нравится. Да, неплохо, неплохо. Целый ауреидический получается салон, да. Ну что? Что, майку снимать? Что делать? А, это снимать. Без масла. Без масла. Без маски. Отчаянный человек. Да, ну что. По саду поводили, массаж сделали, рассказали про все травы, раздали вот такие вот брошюрки, в которых каждый ингредиент что-то обозначает. Какао-молоко, чай, специи, там, что от чего, короче говоря, помогает. Ну, а теперь, естественно, конечно же, магазин. А 17, где 17? Где 17? Где 12? Вот уже готовая продукция. Масла, масла, масла. Все остальное. Корица. Вот так вот заканчивается экскурсия, да, в саду специй, в джунглях, с фонариками. Если на тебя прыгнет анаконда. Если вдруг мы найдем автобус, то мы уедем. Да, друзья, ну что, вот так вот заканчивается наш сегодняшний день. Мы находимся сейчас в городе Дамбулле. Это хрезает где, вот честное слово. Это, короче говоря, прямо середина острова. И мы находимся в отеле Amaya Lake. Почему Lake? Рядом озеро, да. Мы проехали по Дамбе, сбили птицу, встретили корову. Ну, в общем-то, гостиница, на самом деле, это как перевалочный пункт. Такая же гостиница, как и мы были в Grand Hotel Candy, если вы помните, да. Сегодня еще утром мы позавтракали там и выехали. Эта гостиница тоже, скажем так, перевалочный пункт. Такая, скажем так, хаб для того, чтобы отсюда уже, например, дальше поехать на экскурсионные какие-то программы. То есть здесь наиболее выгодное месторасположение гостиницы для начала тех или иных экскурсий. И посмотрите, на самом деле, какая красота в этой гостинице. Во-первых, она находится в глухом лесу. Вот. И лобби гостиницы, оно как бы вот на улице. То есть вот она улица, мы подъехали. Вот наш автобус с надписью Annex Tour. И вот она, лобби, ребят. Представляете? На самом деле, гостиница, думаю, что будет интересная. Но, к сожалению, мы здесь задержимся всего лишь на всего утра. Это, знаете, вот в основном в египетских отелях, когда мы приезжали, нас, Макс, подожди, чем нас угощали, когда мы приезжали? Юпи. Это просто вот Юпи был. А здесь же, ребята, вот вторая гостиница. И нас угощают свежевыжатым соком манго, ребята. Есть сок папайя, манго. На выбор. И все это молодое манго. На выбор, да. То есть это действительно вот... Ну, здесь его много. В Египте-то его, наверное, мало. И он дорогой, правильно? А здесь его много. Вот. Поэтому за пределы гостиницы выходить не будем. Потому что здесь кто? Правильно. Дикие, опасные. Животные. Животные. Да, блин, хорошо, что нас довезли на баги. Ливень идет вообще конкретный. И расстояние тут, конечно, от номера до ресторана. Колоссальное. Ну что, вот такой вот у нас на сегодняшнюю ночь. О, смотри, Максим, мы сегодня будем спать даже не на разделенной кровати. Нифига себе кондиционер, какой большой. Ну, что, ну, неплохой номер. Для ночлега разуться надо бы. А мне уже нравятся эти ланкийские гостиницы. Потому что у них просто огромная территория. На самом деле, всего. Тут ванная комната, да, джакузи. Ну, всякая улица, да, есть. Да. Неплохо, неплохо. Гардеробчик, между прочим. Леопард отсюда не выскочит на меня. Ну, полотенчики, пледы, между прочим. Ну, нормально. Это такое шале. Я бы сказал, шале или что-то наподобие бунгало. Вот, поэтому это, в принципе, очень даже хорошо. Чайничек есть. Наборчик. Ну, вот такая вот, ребят, гостиница. Пойдем покушаем. Устали, честно говоря, как собаки. Да, ребят, на самом деле, кроме черкинской колбасы и вот этих вот пиво-закусок из России, я специально взял с собой, да и всегда с собой беру, на самом деле, подарки какие-нибудь, да, для того, чтобы, может быть, даже обменяться. Да, с кем-то, чем-то, вот Максим привез тульский пряник, а я, честно говоря, еще привез бутылку водки, вот такую вот царскую, и с удовольствием поделюсь этой водкой со своим гидом, да, с нашим гидом. Ну, и, конечно, чипсы на закуску там Рафаэла, да, но я не знаю, может быть, это никому не удивишь, но, тем не менее, вот семечки взял от Мартина. Ну, в общем, все то, что, почему можно соскучиться. Вот так, так что, ребят, если быть в таких экзотических странах, на самом деле, берите с собой традиционно русские продукты. Кильку в томате вот мы взяли с собой, шпроты, я не знаю, да, все, что угодно, все, что может доехать, все, что может, на самом деле, сохраниться. Не съедите сами, угостите местных жителей, они, поверьте, этого точно не видели. Кстати говоря, пачка сигарет здесь стоит, сколько он сказал, 600 рублей, одна пачка, самая дешевая. Ну что, друзья, идем на ужин, да, мимо проходим лейк-бара, но, на самом деле, напитки здесь очень даже неплохие во всех гостиницах, но, единственное что, конечно, они за плату идут, вот. Можно спортивные трансляции посмотреть, ну, конечно, такой прям аутентик-аутентик. Ну, идем в ресторан, ну, и вот вам, ребят, ресторан. Ух ты, ничего себе, ну, красиво, 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 да, все на улице, лобби на улице, ресепшн на улице. Ну, опять, знаете, рум номер показали нам, ну, ужин, слава богу, у нас есть, это уже хорошо. Слушай, на самом деле, очень даже неплохо, на самом деле, здесь с едой, здесь прям вот так вот, все очень по-богатому, прям пятерочка, да, и салатик вон здесь сделают и замешают. И ветчинка даже есть, я так понимаю, что она свиная, потому что она светлая, ну, нам нравится, очень даже неплохо. А знаете, друзья, что меня еще больше всего радует в ланкийской кухне? Да нет, это не то, что здесь много фруктов экзотических, но это тоже, конечно. Меня радует то, что здесь очень вкусную подают свинину, ребята, свинину. Слава Будде, здесь едят свинину, вот, потому что по турбейским отелям напрыгаешься, свинины соскучишься. А тут грудиночка лежит, свиная, очень даже неплохого качества. Ну, помимо всего, тут рис и все остальное, как обычно, куречка и, между прочим, есть очень вкусная рыба. Не знаю, какая, но это же Шри-Ланка, тут вокруг океан, поэтому, в принципе, очень даже это на руку нам играет. Ну, и в том числе, конечно, самобытность, естественно, ланкийские блюда, национальные ротти, ну, и так далее. Очень интересно, на самом деле, и вкусно. Правда, классный ресторан, атмосферно, аутентично и очень вкусно. Все, идем отдыхать. Да, ну что ж, тихонечко наступает ланкийский вечер, грозы, молнии летают. Если бы камера передавала хорошо звуки, то вы бы услышали, насколько здесь сильно громко и хором поют птицы. Тут, на самом деле, такая живность, очень активная в этом отеле. Я, кстати, знаю, что меня сейчас не видно, но тем не менее. Классный вечер, вкусная еда, свинина, это просто супер. Качество еды, на самом деле, очень классное. Мне вообще ланкийская кухня очень понравилась, ребят. Она совершенно не такая острая, как это меня предупреждали заранее. Вот, возьми с собой то, возьми с собой сё. Ну, я взял, конечно, все свои лекарства, которые у меня были, да, от всяких разных недугов. Но, тем не менее, кухня обалденная, ребят. Вот, готовить они умеют, и готовят они вкусно. И они очень похожи, готовят на европейский манер, на европейский лад. Ну, и, собственно говоря, смотришь, кто сидит в ресторане. Да там одни немцы, англичане и европейцы. Завтра с утра покажу, ребят, вам немножко территорию отеля, если будет время. Потому что у нас каждый день выезд 8.30 утра, так как насыщенная программа. Завтра мы едем, тоже у нас очень интересная будет программа. Поэтому смотрите, досматривайте ролик до конца, ребят. И, конечно же, говорю о том, что я онлайн-турагент. Друзья, все заявочки я принимаю онлайн от вас, обрабатываю их, высылаю вам в подборочке отелей. После этого заключаем с вами договор. И, в общем, всё делаем онлайн. Подробности в описании, ребят, видео. Мой контакт там же, поэтому пишите любые заявки на практически любые направления. Я работаю только с направлениями, которые сам очень хорошо знаю. В том числе теперь и Шри-Ланкой. Поэтому, ребят, пишите и будет вам хорошо. Продолжение следует...